Именно такими бумажными гирляндами когда-то украшали в канун Нового года каждую советскую квартиру. На ёлку вешали стеклянные початки кукурузы, а под зелёную красавицу ставили ватного Дедушку Мороза. Эти экспонаты сохранились в сундучках красногорских бабушек и теперь стали настоящим сокровищем. Мы когда-то покупали ёлочные игрушки, и они у меня сохранились. Я ничего не выбрасывала, всё у меня хранилось. Я думаю, ну вот сохранилось у меня, сохранилось, наверное, и у других людей. Это так трогательно, это так красиво. И я подумала, что если бы вот такую кинем идею, кликнем клич, что приносите старые игрушки, вот нам и принесут. Откликнулись 17 человек. По этим новогодним игрушкам можно смело изучать историю страны, говорят участники необычной выставки. С выходом на экраны фильма «Цирк» в магазинах появились фигурки животных. Позже, в 50-е, самолёты, вертолёты и стекляруса. А с развитием космонавтики ёлки советских граждан украшали ракеты и человечки в скафандрах. А какого года выпуска игрушки вот в этой коробке, да подлинно установить так и не удалось. Я даже находила какие-то в интернете какие-то статьи о старых игрушках и так далее. Я ничего подобного там не находила. Я так думаю, что эти игрушки представляют какую-то просто историческую даже ценность. И вряд ли у кого-то в нашем районе найдётся нечто подобное. Самовары, чайнички, птички делались вручную и сразу после войны были невероятной редкостью. Нарядить ёлку настоящими игрушками могли себе позволить далеко не все, вспоминают владельцы раритетов. Вот видите, какая? Таких вся игрушек уже не делают. Вот видите, какая? Вот. Потом вот эта игрушечка мне очень нравится. Очень нравится. Звёздочка вот такая вот. Разноцветные сокровища Валентины Фёдоровны до военных времён. Они остались от старых жильцов квартиры, в которую когда-то переехала её семья. Когда я увидела, игрушек-то не было никаких, ёлочные игрушки, я их вот сохраняла всё время. Я каждую игрушечку ваткой обёртывала, не то, что там складывала, а ваткой обёртывала. Ну, конечно, за столько времени, за 75 лет побились части игрушек. У меня была и Победа машинка, были там и рыбки тоже. Ну, побились. Так, которые остались в игрушечке, вот я решила их показать людям. Из зала Совета ветеранов совсем скоро экспозиция переместится в усадьбу Знаменская Губайлова. Там игрушки, украшения и ретро-открытки из бабушкиного сундучка. В новогодние и рождественские праздники придутся очень кстати. Валентина Титова, Евгений Волков, Марьяна Бострова, КРТВ.